Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы переведём очередную песню группы Аннен Майкен Терайт из их последнего альбома «Шлагшаттен», который называется «Сибен Яры». Итак, поехали. Штрофе 1. Du fragst dich immer noch, was wäre, wenn. Und du weißt auch, dass keiner eine Antwort kennt. Ты всё ещё спрашиваешь себя, ты всё ещё спрашиваешь себя, а что было бы если, а что было бы если, и ты также знаешь, и ты также знаешь, что никто не знает ответ. Как вы видите, текст этой песни достаточно простой. Поехали дальше. Рефран, то есть припев. Ты говоришь, что иногда просыпаешься по утрам и уже не знаешь, что правда, что происходит. Правда. И тогда ты думаешь несколько секунд, что она ещё здесь. Ещё здесь. Здесь я хотел бы немного прокомментировать. В первую очередь, запомните, пожалуйста, выражение устойчивое immer noch. Immer дословно переводится всегда, noch – ещё. Но когда они стоят вместе, то они переводятся всё ещё. Далее. Wir – второй конъюнктив, то есть сослагательное наклонение в немецком языке. Я подумал, а почему бы нам не написать все формы от глагола sein, имеется в виду во всех лицах и числах. Поехали, напишем, как будет «я был бы», «ты был бы» и так далее. И ещё в этой связке нам может понадобиться та же форма от глагола «haben». Она будет выглядеть так. И теперь переведём один маленький пример. Что было бы, если бы она была ещё жива? Что было бы, если бы я мог её ещё раз увидеть? И видите, конъюнктив второй от модальных глаголов очень по-странному образовывается. От модального глагола нам нужно поставить инфинитив, и это «hätte», как спрягаемая форма, вот удивительным образом пойдёт не в конец, а перед вот этими двумя глаголами. Это особенность, которую просто нужно запомнить. Дальше я хочу обратить ваше внимание на то, что в немецком есть два слова, которые на русский переводятся «знать». Это «wissen» и «kennen». Несмотря на то, что перевод один и тот же, конечно же, смысл у этих глаголов немножко разный, хотя, в принципе, и очень созвучный. И здесь у нас в первом предложении употреблено «wissen», просто потому что вот в этой фразе, ну, знаешь, когда мы просто этой фразой как бы хотим начать разговор, здесь только «wissen» употребляется. А фраза «знать ответ» в основном употребляется с глаголом «kennen», поэтому здесь они так разведены. Какой-то глубокой, подспудной такой разницы в смыслах в данном случае между глаголом «wissen» и «kennen» нет. А в остальных случаях «wissen» — это знать обычно что-то в теории, а «kennen» — это знать на своём опыте. Также хотелось бы прокомментировать вот это предложение. И уже не знаешь, что правда в плане «не можешь отличить реальность от своего сна». Ну, так часто бывает, когда только что проснулся. И вот поэтому ты думаешь на несколько секунд, задумываешься вот о том, что она ещё здесь. Поехали теперь прочитаем и переведём дальше. Но то, что было, но то, что было для тебя — это всё ещё прекрасно. И не путайте, пожалуйста, вот глагол «быть» — «wa» — с тем, что у нас, видите, у нас просто до этого была очень похожая фраза. «Und weiß nicht mehr, was wahr ist». И здесь «wa» с «ha» посерединке. А здесь у нас тоже «was wahr ist», только уже не «wahrheit», вот не «истина», а просто глагол «быть в прошедшем времени». И видите, там у нас в начале песни было «immer noch», которое переводилось всё ещё. А здесь «noch immer» — поменены местами, так реже бывает, гораздо реже. Но, тем не менее, так тоже можно. Дальше ещё раз повторяется припев, не будем его перечитывать, он полностью совпадает с тем, что мы уже прочитали и перевели. А теперь прочитаем и переведём бридж. Если ты из-за этого уже не знаешь, как быть дальше, и хочешь вновь уйти в большое море, потому что ты замечаешь, что жизнь продолжается, такое от сердца уже не оторвёшь, такое от сердца уже не оторвёшь. И вот эти строки, они не так просты для перевода, на самом деле. Давайте здесь заострим внимание на нескольких предложениях. Во-первых, вот это. Здесь мы могли бы сказать, что у нас глагол «хинаус волен», который можно перевести как «желать выбраться наружу», «хотеть уйти откуда-то». «Видер» — это «вновь», и «auf das große mehr» — это как бы «к большому морю». У меня в голове рисуется такая картина, что человек от всех своих проблем удаляется куда-то, вот идёт в отдалённое место и к морю. Какой-то вот стоит на берегу и смотрит на огромное бескрайнее море, и его это успокаивает. Так что, может быть, даже лучше перевести не «уйти в большое море», а «уйти к большому морю». Вот так вот, потому что если имелось бы в виду «идти в море» в плане на корабль сесть и плавать, путешествовать по морю, то тогда вряд ли был бы предлог «auf». И следующее предложение тоже очень интересное. «Weil du merkst, dass es für dich weiter geht». Вот дословно эта вторая часть переводится «Что это для тебя идёт дальше?». И здесь нам нужно плясать от выражения «es geht», то есть «дела идут». «Es geht weiter», то есть «дела идут дальше». Часто это выражение переводится как «жизнь продолжается», всё идёт своим чередом. Ну и здесь ещё добавлено «für dich». Поэтому я и перевёл, что «жизнь для тебя» как-то не очень звучит, поэтому просто «жизнь продолжается». Здесь даже, наверное, можно вот это вот «чтоб für dich» у нас как-то в русском предложении звучало, можно так сделать. «Что твоя жизнь продолжается». И последняя здесь строчка. «Zo was» – нечто такое. «Zo was» – «Kriegst du aus dem Herzen nicht mehr raus». И видите, здесь просто помечено вот таким вот значком то, что он не проговаривает, когда поёт. Так-то, конечно, нужно было бы сказать «aus dem Herzen» и «nicht mehr raus». Очень мощно здесь употреблён глагол «rauskriegen». «Kriegen» – это вообще такой разговорный, который может значить «получать», а вообще как бы выигрывать, добывать на войне. Недаром слово «krieg» переводится как «война». А здесь «kriegen», да ещё и «raus», как бы изнутри, вот как бы вырвать что-то такое. Ну и поскольку у нас есть, у нас «вырвать из сердца», это, может быть, не так звучит, а «оторвать от сердца» вроде как есть такое выражение, поэтому я решил перевести «такое от сердца уже не оторвёшь». Ну и непереведёнными у нас теперь осталось буквально две строчки, давайте с ними разберёмся. «Und du erzählst noch immer so viel von ihr. Dabei ist sie sieben Jahre nicht mehr hier». И ты всё ещё так много о ней рассказываешь, «при этом её уже семь лет нет с нами». Дословно, «она семь лет уже не здесь». Думаю, тут всё понятно и комментировать нечего. Ну вот, на этом мы и закончили перевод и разбор этой песни. Если вам было интересно и полезно, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы изучаете немецкий язык. Если вам, в принципе, нравится то, что я делаю, то можете поддержать меня на Патреоне или на Бусти ТО. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч. Всем пока. Auf Wiedersehen. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok